Сегодня мы находимся на базе, на одной из лучших баз в Украине в футболе, на базе Тинома-Киева в Конче-Заск. Ну вот, это в принципе, я думаю, логично было, что этот удар будет скоро. Это называется, пацаны, подфарти лаз. Ну, калитку думаю, зачем ты вообще приехал. Все знают Мишу Мудрика, ваше отношение к этому футболисту. Уху-ху-ху-ху, пацаны, ты такой адрикой, что пацанел. Ну, если ты хочешь, я могу набрать тренера, мы спросим. Тренера? Ну, да. Посмотри, звоним тренеру Динамо, спрашиваем, если будет ли я или нет к ним. Алло, Владимирич? Чуваки, всем слюсу в своем ухо, ребят. Новый день, новый видос. Сегодня мы находимся на базе, ребят. На одной из лучших баз в Украине футбольных. На одной из лучших академий в Украине, в Европе, не пусть этого слова, ребят. На базе Тинома-Киева в Конче-Заск, чуваки. И сегодня мы приехали сюда не просто показать вам экскурсию, показать вам базу, как живут футболисты и так далее, ребят. Сегодня суть видоса это вот показать вам, как блогер будет противостоять профессионалам. То есть у меня есть футбольное прошлое, да. На каком уровне я сейчас нахожусь, ребят, вот как я буду действовать против своих ровесников из футбольного клуба Динамо. Чуваки, такого еще большого клуба у меня не было на Ютубе, да. Это первый выпуск совершенно вот исключительно, так сказать, с исключительно большим клубом, ребят. Поэтому уже прямо сейчас можете поставить лайк этому видео, чуваки. И еще я хочу к вам обратиться, пацаны, потому что очень и очень многие, 60%, просто вдумайтесь в это число, ребят. Вот здесь вылетает, 60% зрителей смотрят меня без подписки. Просто вот за рекомендацию видео вылетает, они смотрят и не ставят, ну не жмут эту вот серую кнопку, точнее красную кнопку, извиняюсь, красную кнопку, не превращают ее в серую, ребят. Нужно это исправить по-любому, поэтому если еще не подписан канал, быстрее делай это. А мы, Санечка, а мы, идем знакомиться с нашими сегодняшними, так сказать, участниками этого мероприятия, с футболистами Динамо и 19. Поехали, поехали, поехали. Друзья, я вам снова напоминаю, что официальным партнером моего Ютуб-канала является компания Паримач. Компания, с которой мы струнчиваем очень-очень долго. И по ссылке в первом закрепленном комментарии, они специально для вас оставили крутейший футбол. Чтобы получить, нужно всего лишь перейти по ссылке, зарегистрироваться и закрепить минимум 100 гривен. Удачи каждому. Побеждайте вместе с компанией Паримач. Паримач. Официальный партнер футбольного клуба Челси. Челки, по дисциплинам. После сегодня 5 дисциплин. 5 дисциплин максимально интересных, максимально футбольных, так и таки, азартных. В первой дисциплине я буду куваться против самбы. В первой дисциплине против самбы. Вторая, ребят, это чеканка мяча. 60 секунд, кто быстрее. Против меня на этой дисциплине станет Фил. Фил, где это, брат? Фил будет. Вторая дисциплина, чуваки, чеканка мяча. Набивать как хочешь, то есть как можно быстрее. Любыми способами, как можно быстрее. Третья дисциплина, чуваки, я буду куваться против Кирюхи. Сбор на англии упражнения. Вратарь кидает, прием и быстро забить. Четвертая дисциплина, пацаны, это подача слангов. Еще не было такой дисциплины у меня на канале. Я куюсь против НАТО. И, 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 и. Финальная, пятая дисциплина, пацаны. Игровая максимальная. Здесь у них будет преимущество у всех абсолютно уверенно на 100%. Это выходы один в один против меня. Меня обыграть и забить гол. Также я против них. Здесь, в этой дисциплине, в финальной пятой, я буду против каждого из них конкретно по одному разу. По одному разу. Все понятно, пацаны? Поэтому, все ясно, пацаны. Можно начинать. Лайк уже можно влепить, пацаны. Я против игроков Киевского динамо Ю-19. Человеки, эксклюзивные кадры. Идем на базу динамо. Падали. Паридорчик. Это чья комната? Пацаны, неплохо. Пацаны, я поснимаю с вас разрешения, окей? Пацаны, тут хорошо. Там спортнальщик. Ну, неплохо. Мы чисто в футбольной комнате. Ну да. Красота. Вид самый главный, чуваки. Вид какой. Уху-ху-ху-ху. Пацаны, вот эту кадры, конечно, подснял. Уху-ху-ху-ху. А это что? Это мед, пацаны? Молодцы. Вот медик, правильно. Это чей, пацаны? Это масляничка. Защитничка. Мед, шарик за меня, молодец. Мед стоит на месте. Там еще что там? Грибочки, да? Батареечка. Это же для усиления. Так, это водичка. Попыт, красота. Мячик. Ну, здесь вот чисто футбольный балкон после снова штыки, да? На поле вид. Сколько здесь будет, ёпта, блядь? Да нет, это нормально. Это пизис. Ну, ты, а, а ты че? О, сюда не будем заходить. Заходи. Можно, да? Да. Ну, здесь такая же, да, пасыль. А, здесь никого нет. Ну, пацаны, я думал, чуваки, я честно, я, да, я не знал. Я думал, вы живете в том корпусе, там где. Ну, я там живу, там где. А ты просто сперва, да, типа? Типа, ну ты сильно слишком, сегодня посмотрим уже. Все, извиняюсь, что я потревожил. Давайте. Играть. Кирюха, по-моему, уже вот так вот, примерно. Ити шкафчик, самый обычный, шкафчик, то есть свет. Давайте вот включим, чтобы было лучше видно. А что это, брат? Ну, это после игры чуть-чуть мороз. Чуть-чуть, так сказать, да? Лифтон, смородинка, ну, по красоте. Брош, ты а чем сейчас занимаешься в свободное время? Свободное время. Его нет, да? Дорабатываешь? Нет, дорабатываешь? Иду на полянку, работаю над собой, улучшаюсь. А вид с балкончика куда? Проходи, да так, чисто в лес. Просто в лес. Лес, да, такой сидит. Ну, блин, бро, ну ничего страшного. Это, знаешь, для тебя мотивация, типа, чтобы жить в хоромах, в тех, что первая команда. Кирюха, это че комната, да? Самое новое, это Паттанов, помладше, мы им уступили, так как мы уже старше. А, то есть у вас, получается, руководство, руководство представляет все комнаты, вы распределяете им с собой? Ну, да, да, мы уже решаем. Ну, мы уже просто заранее заехали, я уже там жил, когда еще в дубле, поэтому я не менял уже комнату, а тут доехал. Это какой год здесь? 2004 год только. Они в юхе, правильно? Да, они перешли в логию 19. Ну, пацан, вот это уже более-менее, видите, то есть, белые цвета, 3-е, 5-е, 10-е, вот, и все. Пацан, ну что, самбо? Пацан, крайний хаб, крайний хаб против меня. Человек, вы видите, да, уже по виду видно, что, ну. Че он сказал? Это разрыв. Первый удар, я против него на лонгшотах. Ой, интересненько, ой, интересненько. Хорошо, хорошо, брат, первый удар, уверенно, в ручке, мне это нравится, мне это нравится. Ёпта, Димон на воротах послышал, что-то легенько в угол ударишь, что-то, кстати, у нас еще мячи чуть-чуть спущены, чуть-чуть, да? Пацаны, из трех-два, из трех-два, очень уверенно, очень уверенно. Вот он уже прочитал, Димончик мне нравится, я подам. Пошли, последний удар. Ты вообще, бро, ну ты, конечно, пустил каких-то, я не знаю. Теперь я бью, теперь я бью, теперь я. Тут ничего говорить не нужно, вы видели все сами, как человек бил. Ну хорошо, но Димон мог там брать, я вам скажу. Так, ну сейчас будем смотреть, как муха ваш бьет, да? Будем сейчас воспринимать, в принципе, он там контракт хотел профессиональный, выписали. Сейчас мы посмотрим. Димон, Димон, ты там включайся, я понимаю, для блогерства вот это вот все. Ну ты включись, пожалуйста, в работу по чуть-чуть. Ну вот, это, в принципе, я думаю, логично было, что этот удар будет скоро. Из трех, два. Да ну, брат, ну ты видел, как я вам пропускал от него, как я у меня в уголочек у Санки посылал. Знаете, не зря я на Востоке, на стадионе в Харькове, да, стою по 300 ударов в день вот так. Давайте следующую точку возьмем. Димон, давай включись, потому что будет потом разговор серьезный. Так, это четвертый удар, ну я думаю, что это мимо. Четвертый удар, я думаю, что мимо. Я, честно, не верю, не верю. На Димона ставлю, ставлю на Димона, честно. Димон возьмем 100 баллов. Да ладно, гол, 100 баллов. Подмясь, так давайте черпачку. А вы говорите ему на профессиональный контракт, человек бьет выше сетки. Ну, выше сетки вы... Пацаны, я вас прошу запомнить эти два гола, да, это, знаете, такое недоразумение некое, бывает такое. Так, пацаны, ну что, сейчас самбо завалит такую, сальсу, я вам скажу. Я сбегал за мячом уже, нормально. Димон, Димон, шо это за стоящее положение? Пацаны, не имею права, не имею права сейчас. Блин, решающий ударчик, ёпта. Ну, сейчас опять посмотрим, самбо свой голик забил. Самбо Лейла, самбо Лейла, пару слов. Пару слов? Пару слов. А ну, самбо. Садим, али. Два. Три. Четыре. Пять. Да, самбо Лейла. А ну. Это называется, послепат, парти, лас. Ещё куёмся, куёмся. Просто с Александрии на воротах стоит, тут муха ему забивает. Вот эта куйка просто жёсткая. Идём в порозе, вот так вот, просто поровну, да, с экранним хаумом Динамо Ю-19. Вот это вот. Ты, поехали. У меня очень многие смотрят, пацаны молодые, которые просто мечтают попасть в Павл-Академию. Вопрос. Как попасть в Динамо Киев? Ну, проводится селекция постоянно. В каждый город ездит, там, допустим, селекционер определённого возраста. И там на каждом турнире просматривают просто ребятишек, там, может, там, допустим, если есть родители, с ним на турнире. Он просто говорит родителям, там, ну, ваш парень нам понравился, они хотели бы провести свою силу, там, Динамо Киев. То есть турнирщики, да, себя показывают на турнире есть, так молодых, пацаны, брали? Ну, или же два раза в год проводится набор в Академию. Ну, и малышей я не знаю, но я знаю, что вот только в Академии. В шахтере тоже, да, такое есть? Да, да. И всё понял, пацаны. Расписание дня. Вот будний день, важно, там, где нет игр. Просто вот встаёте, и что идёт, зачем? Пусть у Бориса не на время у нас. Ну, утром мы в основном сразу же просыпаемся, в основном где-то 8.30. Идём на взвешивание обязательно, то есть взвешивание. Давление у нас каждое утро, потом завтрак. Через полтора часа у нас теория. Ну, как теория, перед тренировкой мы идём, нам рассказывают тренировку, идём, тренируемся. Моемся, обед, там, бассейн. Одна трёшка? Да, одна трёшка. На сборах две. Да, на сборах всегда две, а на повседневном всегда факт. Дополнительно после трёшка? Да, выходим, работаем. Окей, качественно? Да, да, да. Супер, супер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 33, всё. Пацаны, 133 раза похлопали, парни, 133 раза. Сил, 133 раза, пацаны. Не, на самом деле, мы... Пацаны, центральный защитник. Но, пацаны, я ещё раз напоминаю, вот так подчёркиваю то, что набивать можно любым образом. Сейчас я буду набивать, поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, хорош. 157, 157 раз, пацаны, я подчеркну ещё раз, что я говорил любым образом набивать. Согласен, брат? Нет, согласен. Ну тут хит, хитрость включил. Хитрость, ты быстро, ребят, после центральных защитников. 1-1 по дисциплине, начинаем следующую дисциплину, пацаны, это у нас Англия упражнение. Камон, Санечка! Мацаны, за что с Академией вот просто вот нельзя этого делать? Вот выгоняют просто пинком позап моментально. Вот что сделать, чтобы вылететь с Академии Динамо? Что нельзя делать? Ну, за поведение. То есть поведение, если ты реально... Ну, пить, курить, понятно? Ну, это да, это не обваливается. Ну, по-моему, очень сложно. То есть за поведение и за учёбу. То есть если реально плохо учишься и поведение в школе, то есть это сразу, ты вылетаешь каким бы ты футболистом. Окей, да, футболисты великие, на поле лучше, то есть всё равно тебя, пацаны, учитесь. Учитесь в школе, вот, вам говорят. Главное учёба, пацаны, а потом всё придёт. Пацаны, дисциплина? Отличник сказал. Отличник, да, отличник? Брое, тоже в школе был отличником, пацаны. Два отличника собрались на одном лавочке. Третья дисциплина – это упражнение Англия. Суть этого упражнения – брата кидает мяч, как в игре. Да, возможно, нужно быстро обработать мяч вторым максимально быстро, как в игре. Оп, сразу удар, понял. До, до. Давай до и сюда. Ну, чтобы понял, хотя бы, ну, у него были шансы, понять. До этой линии, то есть быстро принять, забить. Я против Кирюхи Попова, очень грубо нападающий. Пацаны, сборник. Сборник, ёпт! Можно? Первый, поехали. Забить. Мимо, мимо. Вот, пацаны, этим занимаются практически каждый день. Я это тоже практикую, но всё же футбики профессиональные напоминаю. Хорошо, хорошо. Забить! Ай, тангочка! Старик Котабыч, ну подвинь немного в сторону. Покрашивает из трёх ноль, пацаны. Я не знаю, что со мной не так. Надо подсобраться немножко. Давай, Димон. Поехали, четвертая. Принять, не забить. Брат, ты чё? Брат! Брат! Брат, пацаны, я не знаю, что мне... Поехали, последняя. Димон, легче идти. Хорошо. Ну, мне так же будут кидать, пацаны. Димон, легче идти. Хорошо. Братарь на первой серии не ловит ни одного мяча, сейчас мне швыряют ноги. Муха ему забашлял немного. Вы имейте в виду. Братарь на первой дисциплине, да, там Димон такие пропускал неуверенно. Сейчас, видите, вот человек подсобрался. Каким за бич, блядь? Ну, вы видели, вот сегодня удар, именно пушечка страшная. Колотушечка. Пацаны, 2-1 я веду. У игроков Динамо Киева. Четвертая дисциплина. Если я не побеждаю, я побеждаю автоматически во всем. Посмотрите, сколько кубков, красота. Хорошо, хорошо. Так, идем. Смотрим. Так, ну, тренажерочка. Ну, тоже скромненько, да, все-таки. Чисто, тут просто. Олл-ску. Не говоря тут у нас, перед тренировкой, так сказать, зайти по раздвинуться. Разогреть мышцы, да, так сказать? Да, разогреть. Ну, неплохо, полусфера. А что, а их туда покусало или что-то? Да, немного погрызли. Бля, ну, пацаны, ну, я бы скажу, что, думал, что, честно, я здесь не был, я думал, пацаны, здесь хорома. Я им клянусь. Вот настолько просто, брат, да? С простоты добиваются успеха, да, пацаны? Ну, да. Я думал, что вот я просто, когда я играл в фокадне, я туда всегда прижал, ну, типа, под эти балконы, я думал, все там всегда выходили на балкон смотрели, понял? Я думаю, все там живут. И дубль, я думал, что и 19 в таких вот условиях живут, а дубль живет в хороших, спиро-команды. Оказывается, Ю-21 тоже здесь живет. Понятно, пацаны, ну, все, погнали отсюда. Ну, неплохо, не, ну, типа, ну, работать можно, просто я для уровня Динамо Киева, я думал, что намного, типа, тут прям... Да, ну, уже строят новую, там, что-то, ну, тренажерка будет новая, поэтому не знаю, куда ее закончить, до зимы, наверное, закончить. Все, понял, понял. Короче, чувак, я чуть тупой, в общем, оказывается, за время, пока я снимал Ютуб и ТикТоки, убрали чемпионат Ю-21, но я это знал, я, короче, сейчас подзабыл. Так что, пацаны, Ю-21 нет. Все чуваки, которые здесь, они были в Ю-21, и так, как мы собрали чемпионат дублей, да, они сейчас играют в Ю-19, я думаю, понятно. Вот, поэтому я извиняюсь. У нас четвертая дисциплина, это подача саунда. На... ой, на заблать, Кирюха их путает. Кирюха навешивает, на за первый бьет, пять попыточек, забить в лед до точечки. Согласен, до точечки? Ну, можно, короче, ну, можно, ну, короче, нет, ладно, просто забить. Головой, щекой в лед. Готов, брат, пару слов. Сейчас покажу вам молодого Криштябна, равна у них. Блин, ну что-то нас за сегодня, пацаны, не собран. Нас за сегодня не собран, приехали, собран с чего-то, имя, так сказать. Первая мимо кассы, пацаны. Стыдно за сокомандника? Ну, бывает такое у футболистов. Это называется понты, к хорошему что? Ну, не приводит. Я не знаю, сейчас, возможно, я только буду чудить. Все, я не мой день. Просто труп. Давай, балук. Просто передачи плохие. Так, пацаны, третий удар, чуваки. Третий, потом финальная дисциплина. Ого, блядь. Это все без комментариев. Это вообще ужас. Ни одного гола не могу забить. Что это, блядь, поехали. Вот. Да, Димон. А туда вы видели это сложение, блядь, книжечки просто. Тут, Димону респект, пацаны, ну это хорошее. Ну, брат, а ты видел, как сложился, брат? Победа. Победа. Еще такой вопрос. Все знают Мишу Мудрика, о нем очень много слухов. Ваше отношение к этому футболисту? Хорошее очень. Качество? Да, хорошее футболист. Что ему мешает сейчас в Украине раскрыться полностью? Наверное, ему так сильно не верят. Ну, не доверяют тренер. Не доверяют. Мне кажется, мое личное мнение, что ему мешает, это его очень сильно взлетели до небес, его очень сильно возгласили. Что он футболист, просто Неймар Джуниор в Украине. Это мое личное мнение. Это по-моему, нормальные отношения. Мне кажется, что вот ему очень сильно вот это давит на него сверху, вот это то, что ему надели корону на голову, что он суперфутболист. И на него это все давит. Я был на стадионе металлистик, пацаны, вот во время матча, когда вот они играли против Монако, пацаны, на него вся трибуна, которая сидит, просто такие, ну то есть, плохие очень заражения. И я чувствую какое-то чувство, мы так это повезло с голом, но вот, поэтому, ну, шанс у него есть, да, но нужно постараться. Шансы есть, да, немножко физически приправить, я думаю, дальше получится. Чёки, ну что, я уже веду 3-1, и тут мне Кирюха говорит на отмазочку согнать, то есть у них будет шанс отыграться. Я могу, давай, рассказывай. Смотрите, мы, получается, играем один в один, Мухи считается за гол и отбор, и гол ворота, нас считается только гол. То есть, если я отбираю иначе, извини, если я отбираю иначе у них, это уже 1-0 веду. Да, да, да. То есть, он отобрал, это 1-0, а у нас только забить. Увлекательно, мне кажется. Я думаю, это будет очень интересно. Я против каждого из них, и не против, у меня одного из всех, ну то есть, по карте. Поехали, поехали. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дин-1, сейчас обыграю 2-1. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И последний, я введу 3-2, сейчас если пацаны меня не обводят, они уже прыгали. И счет 4-1. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и последний вопрос на сегодня. Меня смотрит куча молодых пацанов, которые мечтают просто лопасть в Динамо, играть в большой футбол. Что вы им посоветуете, какие-то, может, советы? Вы давайте по три советы от каждого, что им делать, вот, там, пацаны, 11-12 лет, чтобы играть в Динамо, как вы, как молодежь, и чтобы добиваться успеха в футболе? Ну, я считаю, самое первое и самое главное, это вера в себя. Если ты в себя не веришь, то ничего у тебя не получится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дальше? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, удача. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выходить постоянно, там, во двор, на поле, постоянно выходить и дорабатывать, набивать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я считаю, это поддержка от близких. Чуваки, ну, я вот хочу сказать, вот, пацаны только что сказали, да, свое мнение, свои советы, я хочу сказать, что вот, то, что они сказали, это относится не только к футболу, не только к какой-то деятельности. Как вот я занимаюсь блогингом, пацаны, то же самое, вера в себя, работа, то есть, я отработаю эти удары, знаете, сколько, стою там, на этом востоке, на поле в Харькове, там, по 300, по 200, пацаны, поэтому, вера, работа. И вот всегда визуализируйте то, что вы хотите, пацаны, и все, плюсы, 100%. Пацаны, спасибо большое. Последний, я введу 3-2. Сейчас, если пацаны меня не обводят, они уже прыгали. И счет 4-1. Друзья, я с радостью заявляю, что я стал амбассадором лучшего футбольного магазина в Украине 11 Team Football. Здесь вы сможете найти абсолютно все, что вам необходимо для футбола по самым низким ценам и с идеальным качеством. Но самое интересное то, что по моему промокоду МУХа вы сможете получить скидку в размере 10% абсолютно любой футбольный товар. Ссылка на магазин находится, конечно же, в описании под этим видео. 11 Team Football лучший футбольный магазин в Украине. Играйте в футбол. Сидит, блядь. Пацаны, 4-1. Победа, 4-1. Уверенно, я и за язык не тянул. Чуваки, вот и все. Счет финальный 4-1. И так получилось сегодня, что я обыграл пацанов в Зинаму Киеву и 19. Пацаны, но еще раз хочу вам напомнить то, что они футбики. У них больше игровых упражнений. В последнем, видите, к меня кащали. К меня раскачивали вправо-влево. Вот это их. Это их там, то есть как-то посадать, там вбежать на опережение. Удары все-таки их больше тренирую. Поэтому, возможно, я победил сегодня. Пацаны, спасибо большое за просмотр. Спасибо, пацаны, за участие. Было очень круто. Ребят, ссылочки всех чуваков в описании под этим видео инстаграма. Подписываемся. Еще раз, чуваки, еще очень важно. Прямо сейчас пишите в комментарии и напишите, кто из футбиков, из этих пацанов, вам больше всего понравился. Прямо сейчас, возможно, самбо, либо же там Димон, Фил, Киря, либо же Наза. Пацаны, обязательно пишите, напишите. Подпишитесь на каждого из них. И также в комментариях напишите, вот, возможно, мне какую-то еще академию посетить. Против каких-то футбиков поиграть. Пацаны, обязательно пишите. Я сейчас немного запыхаюсь, потому что только что любился один в один против каждого из них. Спасибо большое за просмотр, пацаны. Дальше будет еще интереснее. Санечек, Санечек, Санечек. ПОДПИШИСЬ!